Всем привет! Сегодня мы пройдемся за детскими товарами в магазине Safeway и Target, который находится около нашего дома. Расскажу и покажу, какое здесь детское питание, одежда, подгузники и многое другое для детей и сколько это стоит. Сейчас находимся в магазине Safeway в отделе детского питания. Наберем детское питание Gerber просто потому, что мы в России начинали с него прикорм. Хотя оно здесь отличается от того, что мы ели в России. Например, здесь вообще нет брокколи и цветной капотки. Вот такие пюрешки с крышкой. Очень удобно брать с собой на прогулку. Здесь довольно большое разнообразие овощей и фруктов, в обществе и миксы овощей и фруктов, которые мне больше нравятся. Например, вот эта груша цукини манго. Стоят они за три пюрешки 5 долларов. Вот такие контейнеры. Тут тоже большое разнообразие овощей и фруктов. Есть отдельные овощи, например, горох, морковка, шпинат. Из фруктов тоже очень большое разнообразие. Яблоко, груша, чернослив, банан, ежевика и другие. Стоят за три упаковки 5 долларов. В упаковке два контейнера. В таких же контейнерах мне еще нравятся миксы с мясом, с курицей, говядиной и индейкой. Тоже за три упаковки, то есть за 6 контейнеров 5 долларов. Отдельно в баночках стеклянных тоже есть мясо. Курица, индейка, говядина, ветчина. Стоят за 5 баночек 5 долларов. Вот такая еще есть интересная стартовые наборы. Здесь 6 маленьких контейнеров, фрукты и овощи. Стоят 5 долларов. Когда сюда переехали, не знакомы еще были с детским питанием местным, мы покупали такие стартовые наборы. Далее это каши. Здесь есть обсянка, рисовые, мультизлаки. Стоят за такую большую упаковку 5 долларов. Здесь вообще нет кукурузной каши и гречневой каши. И нет, что интересно, нет вообще молочных каши. Такое печенье мы берем. Банановое и ванильное. По стоимости 2,49. Так, здесь находятся йогурты. И мы берем вот такие йогурты с Тауни Филд. Дальше напротив кедей у нас всякие салфетки, мылы и подгузы. Салфетки берем только когда идем куда-нибудь на прогулку. То есть они у нас лежат на всякий случай. Мыло мы используем Johnson's Cotton Touch. Вот я смотрю, она стоит 6 долларов. Кузники разные по размеру. Вот такие с принцессами. Трусики, они называются тут Pull-ups. И стоят примерно 26 долларов по карточке. Вот порошок. Такие кресла. Тут же можно взять. Здесь Graco довольно популярная фирма. В районе 200 долларов. Цены самые разные. А вот 90 долларов начинаются. Возможно, правда, это только шасси. А вот такой вот 4Moms качели у нас были. 200 долларов стоит тут. Манежики и воротики. Вот такие стульчики. Вот у нас вот этот средний. 120 долларов. Мы прошли в его одежду. Здесь представлено Carters. Вот такие бодики мы покупали. Очень классные. Лобок приятный на 8-9 долларов стоит. Вот такие бодики на улице. 23 долларов. Так у нас сейчас с проблемой, что вот такие слипики. Они все до 9 месяцев. Каким-то образом вот после 9 месяцев такого вот слипика не найти. Вот тоже самое большое 9 месяцев. Так, тут у нас Climents. А вот наконец-то мы нашли на 18 месяцев слипик. Стоит он 10 долларов. И теперь мы зависли на выборе новогодних нарядов. Соня тут нашла себе занятия. Ей надоело сидеть в коляске. 13 долларов такое стоит. Это немножко подороже. И немного о ценах на детскую обувь. Угонь. И, наверное, получилось. Но у меня не проходит. Угонь. 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 Продолжение следует...